Здравствуйте! Время новостей на нашем канале в студии Елена Пахомова. Коротко о некоторых темах выпуска. Первый концерт 12-го рождественского фестиваля духовной музыки в столице. Пермский театр оперы и балета в конкурсной программе фестиваля «Золотая маска». В Музее истории Санкт-Петербурга выставка о мечтах и буднях советских детей. Печальная новость пришла сегодня ночью. На 47-м году ушел из жизни наш коллега Михаил Зеленский. Он находился в Доминиканской республике, был доставлен в больницу, но врачи ничем не смогли помочь. На телеканале «Культура» время новостей в студии. Михаил Зеленский. Здравствуйте! Это последний эфир Михаила Зеленского на нашем телеканале. Когда он появлялся в кадре и говорил «Добрый вечер», новости обретали человеческое лицо. В жизни этого британского актера были и театр, и телевидение, но славу принес кинематограф. Ему все было интересно. Театр, книги, балет, выставки. В студию приходили художники, актеры, режиссеры. И он говорил на одном языке, с каждым. «Можно вообще выстроить фильм, как шахматную партию?» В строгом формате теленовостей. Зеленский находил место для эксцентрики. Новости должны быть живыми и захватывающими, особенно на культуре, считал он. И делал то, что не делали другие. Зеленский умел слушать, задавать вопросы, разговорить с собеседником. Его гости часто забывали о камерах. Они вместе шутили, смеялись, очень просто говорили о совсем непростых вещах. «Маэстро, чувствуете себя Кутузовым? Франция пала сегодня просто». Его коллеги всегда удивлялись, как Зеленский успевает делать так много. Выходить в эфир в итоговой программе «Вести Москва», снимать кино, быть лицом новостей культуры, преподавать в школе телевидения «Останкино», вести дневники фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи, работать в жюри проекта «Большой и маленький», даже участвовать в танцах «Мальду». Его энергию чувствовали все. И когда пробивался на интервью к мировым звездам, ему никогда не отказывали. А Карло Бруни даже согласилась на танец. А вы все время танцовываете. А еще программа «Билет в Большой». В главном театре страны Зеленский стал своим. Снимал за кулисами, на гастролях. Ему открывали все тайные профессии. А он делился ими со зрителями. Муж и жена, молодые родители. Как часто вы звоните, чтобы узнать, как поживает принцесса? Шесть лет назад Михаил отправился со съемочной группой на Валаам. Он рассказал непридуманные истории людей, ищущих себя и смысл жизни. Говорил с ними честно и на равных. Они верили ему, рассказывая о своих непростых судьбах. Я не поступал подло. Я делал больно. То есть пришлось резать по-живому. Михаил Зеленский был теплым, искренним человеком. Наставником и настоящим другом. Он излучал добрую энергию. Теплыми словами Михаила Зеленского вспоминают его близкие, друзья и коллеги. Они говорят о нем как о большом профессионале, очень отзывчивом и разностороннем человеке. Более жизнелюбивого человека, человека, который просто дышал, кипел жизнью, чем Миша трудно себе представить. Он всегда был на позитиве, всегда просто фонтанировал шутками какой-то вот этой положительной энергией. Рядом с ним находиться было одно удовольствие. Он был такой человек-оркестр. Причем Миша был очень профессиональным журналистом, разноплановым. Он и новостейщик, и ведущий ток-шоу, блестящий ведущий ток-шоу. Это огромная потеря и для журналистики. Для меня лично это огромная потеря. Миша был еще потрясающим преподавателем. Он несколько поколений будущих журналистов подготовил. Его очень любили, кстати, студенты, очень любили дети. И на его занятиях всегда было не протолкнуться. Я знаю, что Михаила Зеленского связывала большая дружба с артистами Большого театра, вообще с Большим театром. Очень много сделано было интереснейших выпусков на телевидении, в различных передачах, интервью, в новостях. И как-то он уже даже считался практически своим человеком в театре. И как-то очень глупо и неправильно, что такие светлые, яркие люди так рано уходят. Это был человек, который любил свою работу, который жил ею. И я могу просто сказать, потому что так часто и много приходилось нам сталкиваться именно в работе. Он сколько раз интервью брал. И мы вместе были на проектах канала «Культура» «Большие и маленькие». Билет Большой, передачу, которую он делал, ездил с нами на гастроли. То есть у меня вообще канал «Культура», прежде всего, конечно же, сразу же ассоциация с этим потрясающим человеком, который действительно мастер своего дела. И вспоминая, когда он сидел в кресле жюри, и ему надо было смотреть балет, казалось бы, да, мы говорим «Миша, а вы что, вообще занимались балетом когда-то?» И он, в общем, как-то так смел, ну я могу станцевать. К другим темам. В столице открылся 12-й рождественский фестиваль духовной музыки. В программе первого концерта сочинение римского Корсакова, хиндемита и сенсанса. В исполнении Московского синодального хора и Национального филармонического оркестра России. Лидия Алешина продолжит. Программа Московского рождественского фестиваля духовной музыки – это пять вечеров от Баха до Сенсанса. Художественные руководители смотра Владимир Спиваков и митрополит Волоколамский Иларион стояли у истоков создания рождественского фестиваля в Московском международном доме музыки. Для нас этот фестиваль – это возможность познакомить нашу публику с произведениями музыки на духовные сюжеты. Это не только чисто духовная музыка, то есть не только литургическая музыка. Эта музыка так или иначе связана с религией, так или иначе связана со священным писанием. И мы стараемся разнообразить репертуар наших фестивалей. Открыли смотр воскресной увертюры «Светлый праздник» римского Корсакова и его вступлением к опере «Сказание о невидимом городе Китеже» и «Деве Февронии». За дирижерским пультом митрополит Волоколамский Иларион. Мне всегда хочется сделать ту музыку, которая исполняется, максимально доступной. Поэтому иногда я встаю за дирижерский пульт для того, чтобы передать слушателям то, что я сам ощущаю, когда знакомлюсь с теми или иными произведениями музыкального искусства. На Рождественском фестивале представлены не только шедевры мировой классики, но и сочинения о раритете. Будут как музыка западной традиции, христианской, так и православной традиции, великие композиторы, римский Корсак, хендемид. И впервые, по крайней мере, в Доме музыки будет исполнена Рождественская оратория Синсанса. Чтобы исполнить Рождественскую ораторию Синсанса, объединили силы Национального филармонического оркестра России, Московского синодального хора, солистов Большого театра и Новой оперы. Это Рождественская оратория, написанная на французском языке, как мне слышится в музыке, для католического храма. Для солистки театра «Новая опера» Полины Шамаевой Рождественская оратория – сочинение в репертуаре новое, исполняет впервые. Хотя это часто исполняемое произведение на Западе, где оно звучит в основном в канун Рождества и во все числа, которые около Рождества. Но у нас это сочинение исполняется очень редко. Я считаю, что незаслуженно редко, потому что музыка очень красивая, интересная и интересный состав. Она для пяти солистов. Мы привыкли, что солисты обычно четыре, здесь пять солистов. Завершится фестиваль 23 января концертом с участием маэстро Владимира Спивакова, Национального филармонического оркестра России и Академического Большого хора «Мастера хорового пения». Музыканты исполнят реквием номер один – Керубини. Лидия Алешина, Виктор Лошкул, Новости культуры. Фестиваль «Золотая маска» снова в Москве. Он проводится уже 28-й раз. Конкурсную программу открыл вечер одноактных балетов Пермского оперного театра. Репортаж Елены Ворошиловой. Драма, опера, балет, современный танец. А еще «Маска плюс» и детский уикенд. Жюри безостановочно будет работать четыре месяца. Только в конкурсной программе 81 спектакль. Мария Ревягина торопится на встрече с журналистами. Ей есть что сказать про «Золотомасочный марафон». «Маска-2022» бьет рекорды по количеству спектаклей. Эксперты отсмотрели за весь год прошлый 1160 спектаклей по всей России. Отобрали в конкурс, я подчеркиваю, 81 спектакль. Из них только четверть столичные театры. Все остальное – это театры из самых различных городов России. Начинает фестиваль Пермский театр оперы и балета. Четыре спектакля номинированы на «Золотую маску». Главный дирижер Артем Абашев признался, пандемия подтолкнула на создание радостных и смелых работ. Выплеск этих постановок большого количества, он связан тем, что мы очень сильно просто изголодались по всему, что связано с театром, все связано с музыкой. Открыл конкурс вечер однакных балетов пермской труппы. Озорные песни Антона Пимонова на музыку Франсиса Пуленко претендуют на «Три золотые маски». Это первая постановка хореографа, ставшего два года назад худруком пермской труппы. 22-минутный балет, творческое знакомство и расстановка сил. Здесь нет сюжета, только музыка и несущий радость – танец. Во всех своих спектаклях отталкиваюсь от того импульса, который задает музыка, музыкальный материал, те настроения, которые прописаны в этой музыке. И от этого создается картинка в голове, и ты потом идешь в зал и работаешь с артистами над этим настроением. На «Золотой маске» два жюри – музыкальное и драматическое, в афише работы государственных и независимых театров. «Золотая маска» в кино – еще один формат для тех, кто не может добраться до столицы. А еще показы спектаклей на онлайн-платформе. 20 апреля – церемония награждения. Задача эта непростая, потому что у нас 290 частных номинаций, но всего 43 «Золотые маски». А пока 276 постановок за 4 месяца театрального марафона. «Золотая маска» 20-22 началась. Елена Ворошилова, Александр Подкохан, новости культуры. О жизни ленинградских детей и подростков в период с 1920 по 1980 годы рассказывает выставка в Музее истории Петербурга. В экспозиции – живопись, скульптура, фотографии, документы и предметы быта. С подробностями Дмитрий Ясковский. Детство было счастливым не для каждого поколения. Убеждают в этом рисунке и плакаты 20-х годов. Гражданская война, голод. Оставили без родителей миллионы детей. На интерактивном экране оживают те самые беспризорники, которых описали в своем романе «Республика Шкит» Григорий Белых и Леонид Пантелеев. Пройдя социальные бури 20-х и 30-х годов, кораблик советского детства попал в водоворот мировой войны. Страна решила сплотить даже самых маленьких своих граждан. Плакаты, призывающие собирать металлолом для танков и следить за врагом, висели в ленинградских дворах. Официальную летопись войны дополняют письма ленинградского мальчика Юры Рождественского. Он отправлял их отцу в фронтовой госпиталь. А тот читал их раненым товарищам. Мальчик договорился с отцом встретиться, что он вернется к дню его рождения, 7 апреля. Отец вернулся 7 апреля, а Юра уже не было. Ушел и пропал без вести. Едва успев повзрослеть, послевоенные дети тоже надели шинели. Правда, не солдатские, а ремесленных училищ. В 60-е годы у детей стали появляться собственные отдельные комнаты. Государство старалось сформировать у юных граждан нужные поведенческие модели. Девочек приучали к мысли о семейном уюте и счастье материнства. Мальчиков ориентировали на достижения в профессии. Во дворах кипела настоящая, а не виртуальная жизнь. Жизнь детей, когда не было интернета. Вот когда они скатывались в горы, когда они лепили снежные бабы, строили крепости, когда они гоняли в футбол, когда девочки прыгали в эти классики и резинки до бесконечности. У многих посетителей артефакты 70-х, 80-х годов отзываются эхом воспоминаний. Детство, прошедшее в эпоху развитого социализма, кажется людям не таким уж и далеким, а на их дачах хранятся вещи, которые мало чем отличаются от экспонатов Музея истории Петербурга. Ответить на главный вопрос, было ли то советское детство счастливым или не очень, предстоит самим посетителям выставки. Дмитрий Исковский, Евгений Раков, Виктор Ларичев, 200, Петербург. После нашего выпуска смотрите программу «Наблюдатель». Сегодня она посвящена московским художникам 20-40-х годов прошлого века. С Юлией Панкратовой о мастерах независимого искусства поговорят. Директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, основатель Галеев Галерий Ильдар Галеев, Куратор Галереи «Ковчег» Сергей Сафонов и Лилия Мороза, искусствовед. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи.